Вы ничего не потеряли. Я сумасбродно, мстительная, ревнивая, как любая женщина. А еще, как все женщины, она любит эксперименты и постоянно работает над собой и своей внешностью. Виктория Гальцева, ведущая актриса музыкального театра, от природы жгучая брюнетка. Говорит, со временем поняла, что именно этот цвет к лицу. А ведь однажды Вика почти решилась стать блондинкой, но побоялась портить волосы. Тогда поменять образ получилось с помощью париков. Парики были любого цвета, любого вкуса, любой формы. Он, в принципе, как и сейчас. Но разница в том, что люди просто ходили в этих париках вместо шапки. Просто вместо шапки. Одеваешь и пойдешь. Сегодня ты блондинка, завтра ты шатенка, послезавтра зеленая, послезавтра с какими-то прядями. Это было очень удобно, так как я была юна, и мне тоже все хотелось попробовать и посмотреть, какая я буду сегодня, какая я буду завтра. Конечно, у меня был такой колоссальный опыт с этими париками. Меня, конечно, никогда не узнавали. Я училась в колледже. С того момента знакомые прозвали Вику артисткой, хотя она планировала быть педагогом по музыке. Но, видимо, желание быть яркой и разной сыграло свою роль. Сегодня Виктория будет блистать на сцене в образе роковой Мадлен из балов Савоя с угольно-черными волосами. Знатоки женской психологии уверяют, что брюнетки натуры целеустремленные, волевые и рассудительные. А вот блондинки мечтательные, меланхоличные и даже капризные. Лично я была блондинкой, брюнеткой, шатенкой и даже рыжей. А может ли цвет, вот в данном случае крашеных волос, влиять на характер женщины? Этот вопрос адресуем психологу. Алла Лобанова тоже брюнетка по совместительству профессиональный психолог. Убеждена, цвет волос может влиять и на настроение женщины, и на ее эмоциональное здоровье. О том, что брюнетки кардинально отличаются, например, от блондинок, с этим она тоже согласна. Однако все эти характеристики применимы только к натуральному цвету волос. Чем больше тестостерона, тем у женщины чаще работает левая сторона головного мозга, левая полушария. Соответственно, более развито логическое мышление, детализация, система. Поэтому женщин с более темными волосами их считают более ответственными, успешными, и что они, так скажем, лучше строят карьеру. Блондинки в количественном соотношении, они мягче, женственней, и эмоциональней, потому что у них задействована в основном правая полушария. А правая полушария у нас как раз отвечает за эмоции, интуицию, то есть вот так. Когда мы искусственно вмешиваемся в свой образ, перекрашивая волосы, мы просто меняем внешность, ну никак не характер. А все стереотипы, которые есть в обществе, современные мужчины, кажется, стали забывать. Главное, какой человек внутри, наверное. Все разные. Так. Нету таких, что вот брюнетка, это вот черта характера. Мне кажется, женщина вообще не зависит цвет волос. Какая разница. Все красивые. Так или иначе, сегодня в календаре день брюнеток. Праздник неофициальный, и когда он появился, неизвестно. Предположительно, инициаторами его проведения стали сами брюнетки в ответ блондинкам, которые свой праздник будут отмечать в ближайшую пятницу. К слову, в календаре также есть день рыжих, русых и шатенок. Нет только праздника окрашенных волос, но, возможно, пока. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком.